Западные аналитики сходятся в том, что общаться Блинкен и Си будут на три темы. Первая – предотвращение вооружённого конфликта между странами на почве тайваньского кризиса. Вторая – жёсткая антикитайская позиция Конгресса. Дело в том, что в Палате представителей, где теперь большинство занимают республиканцы, создан специальный комитет по конкуренции с Китаем. Позиция администрации Белого дома в этом смысле более мягкая. А третья тема, ожидаемо, – война в Украине. Мы обеспокоены сближением Китая с Россией, поскольку Москва продолжает своё жестокое и незаконное вторжение в Украину. Пекин заявляет о своей нейтральности. Но его поведение ясно показывает, что он по-прежнему вкладывает средства в тесные связи с Россией. США и Европа предупредили КНР о последствиях предоставления России военной помощи в её войне против Украины или систематической помощи в обход санкций. Ответ Государственного департамента США на запрос издания Time. От того, как пройдёт встреча Си с Блинкеном, зависит и то, какой станет встреча с Путиным и состоится ли она вообще. Дело в том, что официального подтверждения визита в Москву администрация Си Цзиньпина пока не давала. Поэтому у Вашингтона есть возможность надавить на Китай и либо вообще добиться отмены встречи, либо свести её к сугубо формальной акции. Однако, по словам аналитиков, сейчас отношения между странами накалились из-за введённого штатами эмбарго на продажу современной электроники китайскому гиганту Хуавей. Китай выражает серьёзную озабоченность по поводу этого решения, и мы внимательно следим за развитием событий. Китай решительно выступает против того, чтобы США обобщали понятие национальной безопасности и злоупотребляли государственной властью для необоснованного подавления китайских компаний. Эта практика нарушает рыночную экономику и международные экономические торговые правила и подрывает доверие международного общества к деловой среде США. Это вопиющая технологическая гемония. Китай будет и впредь твёрдо защищать законные права и интересы китайских компаний. Если же встреча Си и Путина состоится, то, вероятнее всего, она пройдёт в дружеской атмосфере. Пекин сейчас занимает скрытую пророссийскую позицию. Через страну проходят основные пути контрабанды в Россию. Закупки российской нефти финансируют войну Кремля против Украины. И, согласно данным США, Китай поставляет снаряжение для российской пехоты. Однако прямого спонсирования или поставок вооружения нет. По словам экспертов, именно это США и обозначают как красную линию. Страх перед санкциями или некоторые превентивные санкции могут остановить Китай. И в таком случае может и не будет никакого визита в Москву. В Америке уже есть такие ростки политической воли – накладывать на Китай превентивные санкции. И не только за военную помощь, а и за торговлю энергоресурсами. Потому что в Америке прекрасно понимают, что Россия ведёт войну за средства, полученные от продажи Китаю различных ресурсов. В том числе сейчас в рублях. Ожидается, что встреча Си и Путина пройдёт в марте. И будет символически приурочена к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. За всё время вторжения это будет вторая встреча лидеров. Данила Кобза, Детели канала Freedom.